Информационная война. Информационная война. На радио Крыму. 440-264. Стационарный телефон 2490-96. Пока первый радиослушатель формулирует свой вопрос, я хочу вкратце пробежаться по новостной ленте. Конечно, события на Донбассе развиваются в сторону более горячей ситуации. И похоже, что буквально в ближайшие какие-то моменты времени что-то начнет происходить там. Хочу напомнить, что буквально несколько дней назад Дмитрий Ярош сделал объявление или заявление в связи с тем, что он набирает партизан в партизанские отряды на территории Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Это тоже каким-то образом, возможно, связано с предстоящими событиями. Сегодня правительство Российской Федерации Дмитрий Медведев объявили о том, что продовольственные контрсанкции им подвержены еще пять государствам. Албания, Черногория и на спецусловиях Украина. Дело в том, что Украина как бы подписала ассоциацию с ЕС, но экономическую часть еще не реализовала, не ратифицировала. И вот только после момента ввода вот этой экономической части Российская Федерация пересмотрит таможенный режим с Украиной. Фактически это означает остановку всего продовольствия с территории Украины на территорию Российской Федерации. Тогда вступят совершенно другие правила. Это вот такие картинки того, что происходит сейчас. Да, Игоря Маркова арестовали в Италии. Игорь Марков – это один из участников Комитета спасения Украины. Если вы помните, Николай Азаров, Олейник и Марков, они выступили на пресс-конференции на прошлой неделе. И, в общем-то, объявили о том, что они учреждают Комитет спасения Украины. Олейника выдвигают кандидатом в президенты. И, в общем-то, фактически они начали создавать правительство Украины в изгнании. Тоже достаточно интересное и яркое событие. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Я хочу поговорить о том, чем сейчас живут блогеры в интернете. Поскольку наша программа, она как бы блогерская. У меня на телевизоре в плашке все время висит, что там Дмитрий Таран блогер. То, конечно же, основной поток информации приходит из сети. Мы здесь обсуждаем только какие-то выжимки, резюме. И вот я хочу рассказать об истории, которая случилась на протяжении последних двух или трех дней, когда я достаточно плотно спорил, вступал в дискуссию, дискутировал с людьми, которые, в общем-то, формально считаются нашими. Это пророссийские блогеры, которые пишут. Некоторые из них даже известные достаточно журналисты. Но при этом они исповедуют философию. Знаете, Путин слил, Москва предала Донбасс и так далее, и так далее, и так далее. Это все, конечно, замешано на большой эмоциональной составляющей. Действительно, бандеровцы, ВСУ и вот эти территориальные батальоны. А кто там на самом деле, в общем-то, разобрать достаточно трудно. Есть информация неподтвержденная, местами подтвержденная, что на стороне ВСУ, там между различными подразделениями действуют вообще иностранные наемники, которые русскоязычные. Хочу напомнить, что личный состав всевозможных иностранных легионов, особенно тех, которые оперируют на Ближнем Востоке и в Европе, они в основном все выходцы из Восточной Европы. Это Словакия, Сербия, Хорватия, Польша, Украина, безусловно, Прибалтика, Белоруссия даже есть. Собственно, есть и граждане Российской Федерации. И, в общем-то, вот это вот применение наемника очень напоминает войну, которая осуществлялась в Ливии, в Сирии. И, в общем-то, вообще вот эта сити-центрическая война с использованием наемников, которые как бы под чужим флагом стравливают две разные стороны конфликта, это и есть первый признак вот такой иностранной агрессии. Так вот, блогеры, с которыми я дискутировал, они всячески пытаются подчеркнуть и используют, конечно, общую усталость жителей Донбасса, связанную с постоянными бомбежками, с постоянными обстрелами. Люди, конечно, вчера общались с дончанами, которые здесь приехали в Крым. Они говорят, мы уже во многом, конечно, не замечаем, но вот в последнее время, конечно, бомбежки ужесточились. Вот это все, конечно, безусловно, а особенно возле линии соприкосновения в прифронтовой полосе, это, безусловно, страшнейшая гуманитарная катастрофа. И как там люди выживают, это даже уму непостижимо. И вот в этой ситуации есть люди, журналисты, которые работают тем, что занимаются распространением информации, они пытаются раскачать маятник, связанный с тем, что Россия во всем виновата. Вспоминают и ту ситуацию, что Совет Федерации дал разрешение на применение вооруженных сил на территории Украины. А потом, как бы, это разрешение было отозвано, и дальше Российская Федерация начала занимать позицию, связанную с тем, что она не вмешивается вооруженными силами в этот конфликт. С чем это связано? В чем смысл вот этой информационной работы по накачке русскоязычного населения о том, что все не так, все плохо, вокруг одни предатели, и мы предаем Донбасс. Вот я хочу объяснить эту ситуацию с нашей точки зрения, скажем так, для того, чтобы вы могли в случае, если вам придется этот вопрос с кем-либо обсуждать, эту аргументацию как минимум хотя бы о ней знать. Я не говорю там использовать, но хотя бы знать. Дело в том, что вообще вся ситуация на Донбассе, которая расписана как по нотам, а Турчинов 14 апреля 2014 года подписал указ об АТО, а он исполнял обязанности президента до 25 мая, когда был избран Порошенко. Так вот, эта ситуация во многом имеет признаки искусственно раздуваемого конфликта. То есть было проведено несколько провокаций с расстрелами вооруженных военнослужащих, с показательными казнями на камеру. Если вы помните. И вот в результате этих провокаций была дана команда о том, что необходимо применять вооруженные силы. При этом с противоверечия законодательству никакой иностранной агрессии нет и так далее, и так далее. А по закону применять вооруженные силы против своего же населения, а Донецкая и Луганская области в последующем республике, это все-таки территория Украины. Постфактум, по инерции весь мир воспринимает это как часть Украины. И вот эта война, которая была разыграна, она строилась с тем сценарием, и это все понимают, с тем, чтобы начать этнические чистки русскоязычного населения Донбасса, для того, чтобы на волне Крымской весны заставить Россию втянуться в войну. Сценарий американцев был следующий. Поскольку Россия введет свои войска на территорию якобы суверенной Украины, а все СМИ западные, естественно, исповедовали эту точку зрения, совершенно опуская тот факт, что в Киеве был совершен государственный переворот. То тогда американцы имели весь инструментарий, который был способен через структуры НАТО заставить Западную Европу вмешаться в эту войну, и таким образом, точно так же, как в Первую мировую войну, западные страны могли проснуться на утро, совершенно не готовясь к войне, и оказаться в состоянии войны с Российской Федерацией. А хочу напомнить, что вот артиллерийские системы 155-мм, которые американцы поставляют через порт Одессы и через аэропорт Харькова, это на самом деле артиллерийские системы, которые могут стрелять ядерными боеголовками, тактическими. Вот эта пресловутая точка У, тактическая баллистическая ракета, разработка 80-х годов еще Советского Союза, она имела на вооружении несколько типов ядерных тактических боезарядов. Я вам хочу сказать, что после того, как Украина подписала Беловежское соглашение и вышла из состава Советского Союза, не все ядерное оружие было утилизировано, боеголовки под точку У вот уж точно не утилизированы все. Речь шла о том, что в результате вмешательства Российской Федерации, которая провоцировалась на это, на территории Украины могла быть развернута тактическая континентальная война с применением тактического ядерного оружия. И об этом было заявлено открыто, об этом, конечно, в открытой печати тогда не говорилось, а сейчас просачивается информация, что когда Владимир Путин полетел в Нормандию на празднование годовщины высадки стран антигитлеровской коалиции, когда они наконец-то открыли Второй фронт, то тогда ему был сделан ультиматум о том, что если Российская Федерация вмешается, то тогда будет война. И вот тогда-то, вот с этого момента, был отозван разрешение о применении вооруженных сил, и тогда начались наши постоянные учения у границ Украины, в западном округе, и так далее, и так далее, и так далее, и Россия начала маневрировать. Так вот, вот эти люди, которые проповедуют идеологию, что Россия во всем виновата и слила, они забывают одну важную часть. Мы сейчас перейдем к Минску, что такое Минск и что такое Минские соглашения в связи с вышесказанным. Они исповедуют вот эту же политику стравливания и втягивания России под любым предлогом войну на территорию Украины, естественно, подкрепляет благими намерениями о том, что гибнут мирные люди. Вот об этом мы сейчас поговорим. Давайте примем первый звонок. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Добрый. У меня такой вопрос. Ну, вы знаете, там конгресс прошел в Турции Крымский Фатарк, да, как он назывался? Да. Ну, я иногда так посмотрел, там, конечно, у них просто какая-то их садия после этого конгресса, как они это называют. Вот скоро будет оккупация Крыма, они говорят, так вот они аннексированы, там не каждой программе они. И вот 99% крымчан мы только не будем, а только будем судить тех, кто участвовал в организации вот этих переворотов, против-против референдумов. В общем, их послушать там, конечно, очень... А, они еще интересны, они мониторят всю ситуацию. Вот это есть у них канал Черноморка, ваше бывшее. Они там даже исторические, как бы, передачи там организовали, там рассказывают, как угнетались татары, вот, царской России и прочее, прочее. В общем, чтобы не понимать, прокомментируйте, пожалуйста, что там вообще произошло, что сейчас в новом крае не творится. Ну, вопрос Крыма, вопрос крымско-татарского народа с той стороны освещается, понятное дело, с точки зрения тейпов Джамилева и Чубарова, и речь идет о бизнесе. Безусловно, происходит... Ну, то есть, часть крымско-татарского народа, безусловно, не... Ну, которая не наживет на территории Крыма. Кстати, хочу напомнить, что большое число крымских татар возвращается в Крым в связи со всеми событиями в том числе. То есть, я бы к этому относился, во-первых, а, спокойно, б, взвешено. Да, безусловно, при таком уровне финансирования, который вваливается из-за бюджета Украины, из западных фондов, из неправительственных организаций, они действительно, ну, показывают какую-то работу, они действительно занимаются информационной работой, кто за ними следит, их смотрит, те этот уровень работы видят. Все, что говорится о том, что они будут возвращать Крым, они будут тут наводить порядок, с их точки зрения, надо делить даже не на 2, а на 10. А это бизнес. Бизнес связанный с тем, что они осваивают определенные фонды и определенные бюджеты. Соответственно, это и есть отчетность. Отчетность, чем радикальнее звучит, чем страшнее страхи, тем отчетность убедительнее. А деньги тратятся немалые на информационную работу. Но при этом, по большому счету, собака лает, караван идет. То есть, ничего там такого сверхъестественного я не вижу. Безусловно, попытка... Не берусь судить события, которые произошло в Стамбуле. Я детально не рассматривал всех игроков и всех организаторов, но примерно понимаю, о чем идет речь. И речь идет, как всегда, по той же самой технологии. Разделяй властвуй, стравливай, разделяй властвуй, кричи одним одно, другим другое. Это как в том анекдоте про челночную дипломатию. То есть, для того, чтобы строить людей, их надо сначала разделить, их надо сначала им рассказать о том, что у них разные интересы. Потом надо и по возможности кого-то обидеть, а еще лучше скрепить это дело кровью, для того, чтобы вот этот вот конфликт был на года или на десятилетия. По этой методике, собственно говоря, были взорваны Балканы. По этой же методике были попытки взорвать Кавказ. В Крыму это не прошло. Я думаю, это не пройдет и дальше. Самое главное нам держать хвост пистолетом очень рассудительно и спокойно, не срываясь ни в истерику, ни в какие там повышенные тона, не воспринимать эти подачи с той стороны, потому что все равно караван будет идти дальше. Мы достаточно особенная территория и исторически особенная территория. У нас очень богатая история. Она имеет и белые, и черные страницы. Всего у нас было в нашей истории. И вот для того, чтобы черных страниц не повторялось, представители всех народов, которых пытаются стравливать, я думаю, будут взвешенно, спокойно, рассудительно смотреть на всех журналистов, которые работают в Киеве, якобы от имени Крыма, и вещают вот эту вот пропаганду, которая ведет на самом деле гражданская война. Нам это не подходит, соответственно, нам с ними не по пути, а я бы даже сказал скорее обратное. В тот момент, когда киевская хунта побежит или сядет, и когда, собственно говоря, на Украине начнут подводить итоги вот этого двух- или трехлетия, я думаю, что дальше трех лет это не пойдет, если считать с февраля 2014 года, то риторика резко поменяется, потому что и фонды закончатся, уже не во что будет вкладывать всяким неправительственным НПО. Да и журналисты начнут искать себе места для жизни где-то туда подальше, на запад. И в конце концов все кончится тем, что крымско-татарский народ будет спокойно жить в Крыму, в семье народов, и, в общем-то, каждый народ будет здесь строить свое будущее, растить детей, внуков и так далее, и так далее. И все у нас будет хорошо. Но вернемся к вопросу о, знаете, Россия слила, предала Донбасс, и вот о массированной пропаганде. Мы в наших выпусках нашей программы несколько раз обсуждали вопросы, связанные с тем, что как только происходит событие, реальное или спровоцированное, ну, вспомните, часы пресс-секретаря президента, вот эта история, связанная с уничтожением контрафактной, контрабандной продукции продовольственной, согласно последнего закона, и так далее, и так далее, и так далее, то как по команде поднимается огромное количество спикеров в сети, блогеров, персон влияния, причем не только, знаете, либероидных, либо прозападных, а еще и, как бы, титульно-патриотических, пророссийских, которые занимают такую позицию, знаете, вот Москва, Кремль, неправы, вот Донбасс бросили, предали, и так далее, и так далее, и при этом совершенно забывают, в какую игру приходится играть. На самом деле, Донбасс, как театр военных действий, вот если его рассматривать только с точки зрения Украина, как ее называют, укропы или бандеровцы, да, или Донбасс и Россия, то вот если вот этих трех игроков посчитать, то вроде бы больше там ничего и не происходит, и Россия действительно, что ей стоит взять, вмешаться, и навести там порядок, дать по зубам всем бандеровцам марш-броском дойти до Киева, до Одессы, установить конституционный порядок и, в общем-то, решить все проблемы махом. Это такая, знаете, украинская или южная психология, когда все вокруг виноваты, и, в общем-то, эти все и должны, собственно говоря, жизни наладить. А по большому счету, если подняться над ситуацией и посмотреть на Донбасс, то можно увидеть, что Донбасс это не единственный театр военных действий, что конфликт разворачивается на нескольких театрах военных действий, и прежде всего это Сирия. А вспомним, что в 2013 году, когда Россия и Китай не позволили бомбить Сирию, а это было сделано комплексом дипломатических, политических и военных мер, когда фактически российские и китайские военные флоты, находясь в акватории Средиземного моря, сумели сделать технический нюанс, связанный с тем, что система ПВО, она-то вся радиоизлучает, и получается, что активные системы поражения ракеты земля-воздух, находящиеся на территории Сирии, были полностью выключены их радиолокационные антенны, а им картинку о состоянии пространства давали корабли китайского и российского военных флотов. И получалась ситуация, что систему ПВО Сирии невозможно с воздуха уничтожить, потому что их радиолокационные системы не работали, а при этом было даже произведено несколько запусков, и даже было показательное сбитие ряда ракет крылатых, которые были запущены с территории Испании. И таким образом американцам была продемонстрирована хитрость комбинаций, когда стрелять по китайскому и российскому флотам невозможно, потому что это уже сразу же третья мировая война, а с другой стороны система ПВО стала неуязвимой у Сирии. Таким образом было доведено до руководства коллективного Запада, что надо включить заднюю. Они заднюю включили, но в результате этого включения сразу появилось два новых проекта. Первый это ИГИЛ, а второй это Украина. Украина готовилась, конечно, заранее, она планировалась на 15-й год, было все это ускорено, и вот эта комплексность разных театров военных действий, а кроме Сирии, Украины, еще есть связка Турция-Курдистан, еще есть связка ИГИЛ, которые на территории Ирака, на территории Сирии, почти треть территории Сирии сейчас занимают войска ИГИЛ, филиалы этой организации есть уже и в Египте, и в Судане, и в Ливии, и так далее, и так далее, их активисты проявляют себя, и вот получается, что Донецк и Донбасс это один из театров глобальных войны, которая считается третьей мировой, я хочу напомнить, что Папа Римский еще 13 сентября 2014 года в одном из своих речей сказал, что третья мировая война уже началась, было такое заявление, так вот, вот она в таком виде и движется, и если думать, что война идет только между украинскими вооруженными силами Украины и Донецким ополчением Новороссии и Россия стоит пассивно и смотрит, то это как минимум а, либо не понимать, что происходит, б, либо заниматься манипуляцией и накачкой людей, которые до конца всей картинки не видят. По большому счету, вот этот Минск, пресловутый, на который сейчас идет колоссальная критика, что Минск свои задачи не решает, если бы все выполняли его постановления, положения, то стрельба бы тогда была приостановлена, никто бы не обстреливал города Донбасса, но целью Минска является не столько это. Дело в том, что пока, когда был нормандский ультиматум, когда коллективный Запад объявил о своей решительности применять силу для защиты интересов суверенной Украины, бла-бла-бла, в кавычках, дальше многоточие, то тогда мы с вами стали фактически на грань Третьей мировой войны, и сбитие Боинга это была попытка поджечь этот фитиль, то есть, если бы никто это сбитие расследовать не собирался, пытались на этой волне обвинить Россию, таким образом осуществить вот этот всеобъемлющий ядерный удар по территории Российской Федерации. И вот дальше мы на бровях вынесли весь мир от риска катастрофы ядерной войны, от вмешательства в ситуацию Польши, это член НАТО, Германии, член НАТО, Румынии и Венгрии. И вот эта ситуация, когда мы проманеврировали, пробалансировали на бровях и спасли человечество от Третьей мировой войны, и есть основная цель Минска Второго. Что такое Минск с точки зрения, там как бы понятно, что там есть представители Германии, Польши, Франции, там есть представители Донецкой, Луганской Народных Республик, есть представители Киева, причем Киева достаточно мутного, и все возмущаются, ну это ж не Порошенко подписал, это ж и так далее, и так далее. Самая главная цель Минска заключается не в этом. Главная цель Минска это легитимизация руководства Народных Республик, это первое, потому что если с ними не будут разговаривать во всем мире, ситуация резко усложнится, потому что Донбасс это прежде всего экспортный потенциал, все равно нужно реализировать всю промышленность и обеспечить сбыт продукции. А с другой стороны самое важное, это наверное самое важное, это вывод стран Западной Европы, членов НАТО, из возможных участников подразумеваемой глобальной войны, которая начнется на европейском континенте. Главная цель Минска это не остановка бомбежек, это не, ну, безусловно, это прописано формально, но самая главная цель это вывод из игры Западной Европы. Когда Западная Европа участвует, увязывается в процессе переговоров, подтверждение своих гарантий, когда с ней ведутся диалоги с Западной Европой, и нет, это соответственно сразу же стало причиной того, что ничего нельзя сделать на эмоциях. То есть любая провокация сразу же в условиях диалога и переговоров она сразу же делится надвое как минимум по накалу. То есть мы с вами находимся в диалоге, какая-то третья сторона делает провокацию с Боингом. Первая реакция третья сторона рассчитывает, вот мы сейчас и вжарим, а с другой стороны люди находящиеся в диалоге друг на друга посмотрят, как минимум успеют задать еще пару вопросов. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Минск Минск преследует основную цель развести коалиции, сделать так, чтобы не было прямого столкновения с противником более серьезным, чем вооруженные силы Украины, вот эти территориальные батальоны, наемнические подразделения и так далее, и так далее. Поскольку вот это стравливаемое две части украинского народа это только фитиль, это только инструмент для того, чтобы развязать европейскую континентальную войну, прежде всего между странами НАТО и Россией, и таким образом увязать их в войне на уничтожение, они друг друга будут ослаблять, а Соединенные Штаты Америки на фоне этого, во-первых, смогут списать свои колоссальные долги, отказаться от некоторых обязательств, и таким образом сохранить свою силу и мощь и статус державы, которая является мировым жандармом. Вот такой вот был расчет. Минск это не инструмент остановки конфликта, который на самом деле спровоцирован из-за океана, а это инструмент разведения Европы и России. Вот это вот основная цель. И на самом деле эта цель достигается, она достигнута, и то, что мы с вами, да, безусловно, трагедия на Донбассе большая, но об этом можно спорить, можно говорить, но с военной точки зрения, когда на Донбассе гибнут в день несколько человек, или до 10, до 20 человек, то, согласитесь, эта трагедия, безусловно, никто не спорит, но речь идет о войне, причем о Третьей мировой, о прелюдии к Третьей мировой. Но как только бы там развязались полномасштабные войсковые операции с применением войск НАТО, с логистикой через Одессу и так далее, и так далее, и в день бы гибло до 10 тысяч человек, это уже война совершенно другого уровня. И те люди, которые провоцируют общественное мнение о том, что Россия в чем-то не права, что она предала, должны благодарить Россию и Кремль за то, что все еще живы, потому что, если случится так, как просят эти блогеры, то население на Донбассе может вообще не быть в силу того, что есть планы, и они уже озвучены. Эти планы были 2014 года о применении тактических ядерных боеприпасов против некоторых городов Донбасса и против некоторых городов в противовес для стравливания при Черноморье и Украина. Это Запорожье прежде всего и так далее. И получается, что Россия на самом деле мир-то спасла, но безусловно, ценой каких-то жертв на Донбассе. И судить, виновата ли Россия, права ли, это пусть каждый человек судит себе сам, но с другой стороны, поскольку массивная вот эта информационная атака всевозможных блогеров, которые ну просто исходят не скажу на что, доказывая, что Кремль предал всех, что человеческая трагедия и так далее, и так далее, всегда должны помнить о том, от чего Кремль спас не только себя, Украину, их, в конце концов, а и все человечество. Россия сегодня является гарантом того, что сценарий бесконфликтного, без военного развития и выхода из этого кризисной ситуации он может осуществиться. И это первый аргумент. А второй аргумент, если бы Россия позволила себя втянуть войну, да еще на самом старте мировой войны, то мы помним историю, когда Германская империя, Австро-Венгерская империя, Российская империя были втянуты в Первую мировую войну одними из первых. А те люди, а те страны, которые победили в этой войне, они втянулись уже потом. Такова история. Так вот, если бы Россия, не дай бог, проиграла, то защищать украинцев просто было бы некому. На этом бы история вообще и закончила всех славянских народов. Отсюда и вывод. Не надо истерить, а всех людей, которые пытаются писать антикремлевские или антирусские русофобские статьи, надо банить и надо их отодвигать подальше и не позволять им влазить в свой мозг со своими калашными там представлениями о том, что хорошо и что плохо. В эфире была информационная война, наша ежедневная программа. Встретимся с вами завтра, уже и на телевизоре в том числе. Спасибо за внимание. Информационная война